Уже 7 ноября по самой большой площади Европы пойдет парад памяти. Рабочие планируют закончить ремонт через три недели. Осталось доделать один сквер, закончить внутреннюю отделку туалета, смонтировать флагштоки и установить ограждение. Самое главное, что нас погода пугала, это асфальтирование. Мы его своевременно закончили, то есть здесь проблем никаких нет. По плиточному покрытию тоже мы, я надеюсь, закончим. Сейчас усиленные бригады встали на плиточное покрытие. Но в остальном погода нас не пугает. Если с площадью Куйбышева проблем нет, то в Струковском саду рабочие со сроками несколько отстают. Глава города проверяет ход работ. С прошлого посещения подрядчик увеличил количество рабочих и ускорил темпы. На многих дорожках уже уложена плитка, завершается ремонт ограждений, меняют бортовой камень, устанавливают новые фонари, склоны укрывают рулонным газоном. Но опять же, это ваше ответственность. Если это все поплывет, вы же никуда не денетесь, мы вас знаем, работаете вы давно. Олег Борисович, мы знаем, какое качество должно быть выполняет работа, поэтому мы отвечаем за то, что мы делаем. Подходит к завершению работы на четвертой очереди набережной. Смонтировали почти все лестницы, осталось немного и обновленные стелы ладья предстанет перед горожанами во всей своей красе. Уже видно, где будет располагаться фонтан. В принципе, все строительные работы у нас завершены. Сейчас идет внутри фонтана прокладка трубопроводов, которые будете посредственно уже создавать вид фонтана и сопла, и выпускать обвязку фонтана. И герметизационные работы. Фонтан как будет работать? Расскажите, он каскадный у нас получается? Да, сверху чаши, вода будет приезжать на вторую чашу, с третьей, с третьей на ней. А струи где у нас? Их будет 26 штук, они будут во всех чашах находиться. Все три объекта капитально ремонтируют в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Это знаковые площадки, они стали символами нашей Самары. Я принял решение каждую неделю выезжать с инспекции по всем объектам, поэтому будем стараться подрядчиков держать в неком таком тонусе, подсказывать им, ну и при необходимости помогать. Подрядчики постоянно отчитываются перед городскими властями, но главная ответственность перед самарсами. Горожане неравнодушны к происходящему на площадках и очень чутко следят за работами и их качеством. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События.